Добрый вечер, дорогие друзья! В России начался год экологии. В стране будут решать проблемы с мусором, воздухом и заповедниками. А какие экологические проблемы грозят жителям Архангельской области? И что для нас страшнее радиации? В эфире программа «Открытая студия» и я, ее ведущая Юлия Новикова. Эксперт программы «Эколог-краевед», руководитель автономной некоммерческой организации «Пудожемская устья» Алексей Климов. Алексей Иванович, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые зрители. Юля, спасибо за приглашение. Это очень важно. Год экологии. Я сегодня даже торжественно оделся. Зеленый цвет рубашки – это символ того, что индейцы Северной Америки знали 60 оттенков зеленого. Они были люди природы. Я бы сказала фисташковый. Ну, фисташковый, назовем его, да, один из оттенков. И, конечно же, бабочка, сделанная очень добрыми руками. Мне, на самом деле, подарена на этот год целая серия бабочек. Выступать надо бы очень много. На весь год должно хватить всех оттенков тоже. И, надеюсь, что сделана с любовью и с добрым напутствием. Поэтому вот я готов. И сегодня первый официальный эфир, первое официальное мое выступление в Год экологии. Очень важное начало. Что ж, открываем Год экологии в Архангельской области. Уважаемые телезрители, присоединяйтесь. Мы работаем в прямом эфире. И свои вопросы эксперту вы можете задать по телефону 598-700. И жителям области, напомню, код города Северодвинска – 8-818-4. Какие проблемы под силу решить Архангельской области за этот год? И что мы общими усилиями, усилиями экологов и чиновников можем изменить за один год? Ну, вообще, один год – это много. И, включая прошлый, очень тяжелый, давайте его вспомним, 2016 год, он был непредсказуемый какой-то, особо аварийный, травматичный. У меня такого количества травм на экскурсиях люди не получали лет 10. Сам я получил две травмы в этом году, как экскурсовод, который учит всех, турист-экскурсовод, как не падать. Два раза я упал очень сильно, получил серьезные травмы и поэтому сделал вывод – год високосный, его надо учитывать. Но в то же время в Куртяево мы впервые с левой стороны вместе с Министерством природных ресурсов и охраной окружающей среды Архангельской области сделали полное благоустройство. Впервые с 1987 года. Результат потрясающий. 75 метров тропы, большое количество работников, большое количество техники, пиломатериалов. И затем, если говорить о других местах, то мы впервые провели столь массово у Дворца молодежи «Строитель», столь массово и провели два субботника, когда участвовала в очистке берегов, в акции «Чистые берега», дважды участвовало совместно 430 школьников, более 80 родителей. То есть сейчас хотят заниматься экологией. Да, более там 60 учителей. То есть люди откликаются, люди идут на эти мероприятия и ведь работают добросовестно. И это тонны мусора, которые вывезены на полигоны, от которых очищены берега наших рефулерных, не самых чистых озер. Но все равно это первые шаги. И поэтому год потрясающе результативный. И он говорит о том, что уж в году-то экологии мы должны сделать еще больше. Ну а от жителей далеко не все зависит. Какие глобальные проблемы Архангельской области нужно решать в первую очередь? Ну у нас на первом месте по всей Архангельской области, по всем муниципальным образованиям, это стоит проблема чистой питьевой воды. Она актуальна для Северодвинска. У нас такая вот ирония судьбы. Лучше бы нам пить коричневую воду из кранов. Вот не надо. Но по ГОСТу мы обязаны ее обесцвечивать. В результате мы получаем следы алюминия, остатки алюминия в этой воде. И должны фильтровать ее, пользоваться домашними фильтрами. Но домашние фильтры справляются. Такая ли это страшная проблема? Да, они все равно решительно улучшают ситуацию. Это очень важно через фильтры попускать эту воду. И ни в коем случае не пользоваться ее из-под крана. Но в Архангельске просто нельзя пить воду. Надо покупать бутилированную. Там из-под крана даже отчищать таких фильтров. Либо это очень дорогие фильтры. То есть жить на берегу Великой реки Северной Двины и испытывать проблему чистой питьевой воды. Это парадокс Архангельска. И все. Дальше берем все районы Архангельской области. У всех проблема чистой питьевой воды. Соответственно, проблема очистных сооружений. И если мы посмотрим, что может решить область, то это должны быть капитальные вложения в систему водопроводов. Они все изношены. В систему очистных сооружений, ливневой канализации. Это характерно для ягр. Это тоже для воды? Это все, что дождь падает на нашу территорию, на всю Архангельскую область и сливается в наши реки и озера. Почему нельзя пить воду из Большекудемского озера, Коротского, Белого, Каменного и так далее? Потому что везде дачи. И у нас везде, честно говоря, туалеты прямого падения. То есть очистки-то нет. Туалеты 15 века, которыми восхищаются зарубежные туристы. Ну, они приезжают, они вспоминают детство своих прабабушек, да. И как бы от этого восхищаются. Но восхищаться-то нечем. 15 век, он и есть 15 век. Вот. И следующее, конечно, это очень низкий уровень культуры. Как ни странно. Столько бьемся экологизации образования, начиная с детского садика. Но экологической культуры населения, она остается. Особенно, я вот если будет время, скажу про тех, кому сегодня 35, от 35 до 40 лет. Вот это поколение, оно плохо экологизировано. Это те дети, которым в 95-96 году они были в 7-8 классе. Сейчас их дети уже в 7-8 классе. И они тогда, в условиях перестройки, родители зарабатывали деньги, были представлены сами себе. Вот это не экологизированное население. Ну что значит не экологизированное? Человек мусор на улице выбрасывает, не знаю, пакетами пользуется, много потребляет. Сразу приведу примеры. Стоем на любой остановке города Северодвинска, автобусной, и мы видим этого человека. Возраст 35-40 лет. Мужчина выходит, достает пачку сигарет, открывает ее, тут же бросает в сторону упаковочку, закуривает. Пошел, билетик выкинул автобусный. Вот это типичный представитель этого пивного, как мы его называем, поколения. Если мы смотрим у подъездов, тот человек вышел, который взял и просто пакет с мусором не понес на площадку для мусора, а оставил у подъезда. Пусть кто-то другой донесет. Вот это классическое пивное поколение. То есть они беззаботные, они безответственные. Внешний вид их очень выделяет. Они неряшливые, низкоэстетичны. Они есть. Это не оскорбление этому поколению. Они есть. Это не все поколение такое. Но они есть. Ну, выброшенный мусорный пакет или пачка из-под сигарет. Чем она может повлиять на мое здоровье, на здоровье северодвинца и на экологию в целом? Ну, в первую очередь, это... Неприятно, безусловно. Это в первую очередь эстетика, да. То есть это неприятно. Ну, скажем так, напрямую на экологию это не влияет. Но когда все это собирается вместе и летом начинается гниение, это и запахи, извиняюсь, в подъездах. Это и просто испарения, которые нам вредны. Кругом море астматиков. У нас время, когда как раз аллергия на первом месте по всем проблемам человека. Поэтому любая мелочь влияет. Ну, вот горящая каждое лето свалка. Вредно ли это для нас? Полигоны твердых бытовых отходов – это одна из самых злободневных проблем. Как Архангельско-Северодвинско-Котласа, главных городов нашей области, так и всех муниципальных образований. Самое главное, что, например, Вельский район, Велиготские районы, они не имеют даже реестровых полигонов. То есть, чтобы это был официальный. То есть, получается, все эти районы, они свозят мусор в нетведенные места. Во всех районах, включая Пинежский, Устьянский, Холмогорский, Приморский, леса загажены. То есть, люди просто, раз нет официальных полигонов для твердых бытовых отходов, они выносят мусор просто в лес. Ну, знакомая картина. Едем по трассе М-8, едем по трассе от как раз Брин-Наволока, поворачиваем за Березником в сторону Котласа по Северной Двине. Везде леса загажены. То есть, это просто катастрофа. Это в Неноксе у нас ярко проявляется. Это в Солзе у нас ярко проявляется. И люди просто привыкают к этому. Вот это страшно. Поэтому это общие наши проблемы. Плюс вот это на фоне того, что эта экологическая культура, она как раз, к сожалению, повышается, но очень медленно. Но когда свалка горит, нам каждый раз говорят, что это не вредно. Каждый раз и должны говорить, что не вредно, чтобы успокоить общественное мнение. Ну, давайте сделаем так. Поставьте во дворе своем... А, зажгите в своем дворе бак, который у нас мусорный контейнер. И всем объясняйте. Это не вредно, пусть горит. Вы вот принесли мусор в центре двора, который стоит на площадке. Мы сейчас его сожжем. Никакого вреда для вашего здоровья нет. Люди поверят? Ну, мне вот трудно поверить, что дурной запах может быть не вреден. Естественно. Не оседать в легких, не влиять на бронхи. Давайте так, что еще скажем. Ну, как эколог я не имею права говорить все. Мы как-то на эту тему с вами говорили, что, как Алексей Редфорд любит говорить, что Алексей Иванович Климов – это независимый эколог. Нет независимых людей. Мы все зависимы от какой-то ситуации. Не все мы говорим, даже общественники. Поэтому я-то знаю, что полигония твердых бытовых отходов в Северодвинске, лежит не только то, что там официально зарегистрировано. Я просто это знаю. И когда это горит, жутковато. Потому что там, на самом деле, горят ни тряпки, ни дерево, ни бумага. Там горит много чего лишнего еще. То, что не зарегистрировано в официальных документах. Но это есть и в большом количестве. Это правда жизнь. Какие наши заболевания напрямую связаны с экологией? Сразу же у нас идет север. Во-первых, на севере у нас, крайне севера, не рождаются космонавты. Мы начинаем с того, что вот даже полярная ночь, полярный день, это сбит ритм жизни. То есть у нас есть люди, которые плохо засыпают летом, белую ночь. Те, которые впадают в спячку или сбивают день и ночь в зимний период. Это нарушение физиологического процесса. Таких не берут космонавты. Космонавты начинаются с Ярославской области. Там хорошие погодные климатические условия. И это официальные данные, кстати, наших архангельских медиков. Они работали по космическим программам. Следующее. У нас повышенные проблемы с геомагнитными аномалиями. Трещины земной коры. У нас же алмазы. Алмазы – это вулканы. Вулканы выползают из трещин земной коры. Это всегда геомагнитные аномалии. Поэтому у нас с вами проблемы давления, сердечно-сосудистые заболевания. Это наши северные проблемы. На первых местах. Я думаю, сбитые часы и трещины – это нерешаемо для чиновников. Да, и это никак не решаемо. Это может быть решаемо только с помощью дотации хорошего медицинского обслуживания, компенсационного лечения, реабилитации и так далее. Что не всегда доступно в условиях экономического кризиса. Следующий – это экономический кризис. На севере он усугубляется еще тем, что надо бороться с витаминозами, с аритмией, с проблемами природно-климатическими. А дальше уже начинаются наши производственные дела. То есть в данном случае, если это Новодвинск, это органы дыхания. Это понятно, от ЦБК крупнейший. Затем, если это Архангельск, то это отсутствие чистой питьевой воды. Это значит желудочно-кишечный тракт сразу же, почки, печень. Эти все болезни выстраиваются в очень четкую взаимосвязь. Очень неприятно говорить, но Вельский, Устьянский, Шенкурские районы плохое качество питьевой воды приводит к повышенным онкозаболеваниям. Об этом знает Северный государственный медицинский университет и наша областная онкологическая больница. То есть там повышенное количество людей, выше нормы с онкологическими заболеваниями. Трудно решаемая проблема. Как всех обеспечить чистой питьевой водой, как избавиться от этих проблем? Лешуконский район. Отдельная тема – это падение ступеней ракет. И они не вывозятся вовремя, не ликвидируется эта опасность. Население из-за своей безграмотности любит все это притаскивать домой, продавать, сдавать металлолом, резать на ножи, делать сувенир. Ну это вот как все равно что взять, я не знаю с чем сравнить. Мало кто знает, что такое гептил, мало кто знает ракетные составляющие топлива, твердого, жидкого. Но как бы взять дихлофос, опрыскать им дощечку фанерную, а потом сидеть и лобзиком из нее выпиливать сувениры. Вот это примерно так же. Ну это проблема Лешуконского района. Если мы берем Красноборский район, там наша близкая тема острова Ягра, размывание берегов. Река Уфтюга теряет берега 3 метра в год. Левый берег. И там фактически если не принимать мер, то скоро надо будет думать о том, куда переносить дом культуры, библиотеку и так далее. То есть люди реально видят, как у них рушится берег реки. Так что у каждого района есть свои проблемы. А вы можете назвать благополучные районы, неблагополучные или города? По воде питьевой, чистой, по очистным сооружениям, по свалкам, полигонам твердых бытовых отходов благополучных районов нет. Но в связи с низкой населенностью, когда там 0,2 человека на квадратный километр, то Мизенский или Шуконский район, в отдельных как раз районах, где нет космического воздействия, Плесецкого космодрома, то там как раз ситуация близкая, скажем так, к первобытной природе. А вообще, последний район северо-запада России, в котором ЮНЕСКО признало, что это близко к девственной природе, это граница Архангельской области и Карелии, Водлозерский национальный парк, для нас это Кожозерский монастырь, Кожозеро, а с той стороны Водлозеро. Так вот, миллион гектаров, на которых до сих пор чистая девственная природа. То есть есть это рядом со всем. Жить в национальном парке мало кто хочет, мы все хотим жить в городах. И вот накануне министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сообщил, что 17 миллионов человек в России задыхаются, жители каждого пятого города. Что у нас с воздухом? Дышать у нас вообще можно? В Северодинске в очень благоприятных условиях у нас муссонный климат, то есть у нас либо с моря на берег дует, либо с берега на море. Мы продуваемый город. У нас, если есть какой-то эффект смога только при горении полигона твердых бытовых отходов, либо очень редко безветренная погода, и это всегда привожу пример, административное шоссе, район СПО Арктика, где линия административного шоссе идет параллельно берегу моря. Там бывает смог при минус 20, безветрия, там идешь, можно задохнуться действительно. Это редко бывает раз в год. Архангельск всегда повышенные, предельно допустимые концентрации, превышенные по атмосферному воздуху. На Водвинске, естественно, эта же проблема есть в Коряжме. То есть, поэтому здесь органы дыхания, которые поражаются. И с этим можно бороться, но, скажем так, это как у нас 19-й цех Севмаш-предприятие. Надо вложиться для того, чтобы, наконец, 19-й цех не сбрасывал достаточно загрязненные воды в озеро, которое я называю озером первостроителей, в конце проспекта Ленина, за Дворцом молодежи строителей. Тема злободневная, потому что сейчас там на берегах как раз этого озера будет строиться еще и 9-этажное жилое здание. Дети будут бегать на это озеро, здание уже запланировано, оно уже будет построено. И там будет благоустройство. И там будет благоустройство, все. А рядом, извиняюсь, в общем-то, озеро с большим содержанием тяжелых металлов, где санэпидемнадзор, то есть Росприроднадзор, говорят, что лучше не трогать. Дно просто опасное. Алексей Иванович, невзирая на то, что Вы нас пугаете, для Северодвинска Вы сообщили уже две хорошие новости. Дышать можно и воду профильтрованную пить тоже относительно можно. Но у нас вообще все боятся радиации. Ну, радиоактивность сейчас в Северодвинске, как ни странно, ушла уже далеко на задний план. Извиняюсь, после Японии и после Фукусимы. Это Вы представьте, японцы не сбежали со своего острова. Они молча, мужественно работают в условиях очень жестких аварий, которые, ну, не сродни Чернобыльской, но очень близко к ней по значению подходят. И они показывают, что при высоких технологиях мы не имеем права бояться этих ситуаций. В Северодвинске, если бы сюда японцы с Фукусимы, он бы долго смеялся над нами, над нашими страхами. Ну, хорошо, мы не японцы. Потому что сейчас просто нет, нет вообще никаких данных для тревоги. С 2011 года идет настолько жесткий контроль за радиоактивной ситуацией в Северодвинске, что когда я читаю про разливы там радиоактивной воды, еще про какие-то ЧП, это уже никак не укладывается в ту ситуацию, которая была в 95-96 годах. Это день и ночь. Но если говорить о науке, заболевания, связанные с радиационными выбросами, у нас как-то выделяют Северодвинск на фоне области или нет? У нас в Северодвинске остается повышенная онкозаболеваемость, но это в первую очередь у тех людей, которые работают на производстве. И чаще всего из-за низкой, опять же, экологической культуры. Яркий пример – Чернобыль. Когда туда северодвинцы прибыли, то даже Севмаш предприятия, вроде бы специалисты, но наш же эколог рассказывал, свидетель, что человек достает из белого халата, из кармана яблоко в перчатке, яблоко падает на землю. Ну, все понятно, просто не специалисту понятно, что это яблоко надо забыть. Человек опускается, берет его и тут же начинает есть. Ну, хоть три техники безопасности прочитай, хоть пять раз обучи его. Если человек это делает, он это делает. Поэтому, честно говоря, у нас на предприятии, эта проблематика есть, это в первую очередь человеческий фактор, личная небрежность. У нас принято все проблемы сбрасывать на радиацию и не думать о мелочах. Ну, это глубокое заблуждение, это какая-то уже такая, знаете, средневековая, дремучая какая-то фобия. Давайте вернемся к тому, что от нас с вами зависит. Это раздельный сбор и утилизация мусора, наконец-то у нас сначала в порядке эксперимента стартовало, потом начали его уже утилизировать. Но, если скажем, в этом году, в год экологии, мы все начнем собирать мусор раздельно. Хотя трудно говорить за людей, у которых есть мусоропроводы в домах, когда перестанет гореть свалка под Северодвинском. Вот если все станут честными пионерами и будут честно выполнять все те указания, которые указываются на площадках по сбору твердых бытовых отходов, вот то есть стопроцентная честность, через 10 лет свалка Северодвинская, полигон твердых бытовых отходов перестанет гореть. Потому что мы действительно тогда реально движемся, двинемся вперед. Но возьмем эти новогодние праздники. Я живу в квартале, где есть площадка по раздельному сбору мусора. И скажу сразу, что с 1 по 9 января все контейнеры с пластиком и стеклом и с макулатурой были переполнены. Никто ничего не убирал. Это много. Это слишком долго. То есть если человек собирал, он мог быть разжиган? Да, потом я подходил как эколог, спрашивал в своем же тоже квартале. Ребята собирают пластик и стекло. И вдруг я вижу, что они бутылки перекладывают в обычный контейнер. Распрашиваю, а почему? Они говорят, а нам бутылки не нужны, стекло. Нам нужен только пластик. А почему вывеска не сменилась? Почему вы не написали, что пластик? Ну, как бы детали, некогда. И так я ответа на этот вопрос и не получил. Почему? То есть на одной из площадок стекло потом аккуратно бутылки перекладывают в обычные контейнеры. И, собственно, зачем мы тогда собираем это раздельно? То есть в идеале нам понадобится 10 лет, но это вряд ли. Юля, вопросом на вопрос. Завтра мы все станем честными пионерами. А получается, что мусоропроводы удобная, в общем-то, штука. Это зло для экономики? Это зло, да. Потому что Архангельск не мог справиться. Мы с вами справляемся с раздельным сбором мусора. Архангельск даже не приступает к этой проблеме. Потому что там огромное количество девятажных домов с мусоропроводами. И даже если человек сознательный начинает выносить этот мусор, он создает головную боль. Потому что, в принципе, все остальные жители дома к этому не готовы. И Архангельск вообще пока я даже не представляю, как он будет с этой проблемой справляться. Но вот одному отдельно взятому гражданину не под силу изменить экологию всей области. Но что же такое все-таки экологическое поведение, о котором говорят все больше и больше? Экология своего дома. Я могу поменять? Да. И в Северодвинске такие примеры есть. Семья Никитиных, которая, может быть, вы помните по сюжетам вашей редакции, расписали, например, цветами, и они художники, на юбилейной подъезды в домах. Это уже экология культуры, экология духа. То есть они создали атмосферу чистоты в подъезде. Люди перестали гадить, людям захотелось как-то и цветы разместить. То есть курить в подъезде, где цветы невозможно? И в таком подъезде уже, где расписаны сказочными сюжетами стены, курить и выйти человеку, он уже затормозится. Потом следующее, давайте отдадим должное инициативе администрации Гмырина, когда я был поражен, я не верил, что когда вот парк ветеранов, сквер ветеранов напротив мэрии взяли и запретили распить алкогольных напитков. Я думал, с этим не справиться. Но смотрите, сейчас это прямая экологическая проблема. Потому что нет грязи, мы с вами не видим ее. То есть если раньше мы встречали утро, и у каждой скамейки лежала батарея пивных бутылок, то теперь этого нет, и мамочки с детишками спокойно гуляют у вечного огня и кормят голубей. То есть эта проблема решилась, детский парк проблема решилась. То есть вот наряду с тем, что много проблем остается, но позитив его надо отмечать. Дворец молодежи-строитель, вы смотрите, превратился в благоустроенную территорию, где все любят ходить, отдыхать, и эта территория развивается. То есть Северодвинск в этом плане много позитивного. Лесопарки и агры тоже много позитивного. Вот запрет на курение в подъездах. Вот наконец-то он начал действовать. Он реально действует. Наверное, в большинстве домов, но все по-разному живут. Это улучшение экологической ситуации? Да, потому что пассивное курение еще опаснее, чем непосредственное употребление табака. Поэтому здесь, конечно же, я по советской 57 скажу, что этой проблемы у нас просто сейчас не существует. По крайней мере. Если зайти в квартиру, вот экология моего жилья, пыль, микроволновка, ДСП, что на самом деле влияет на здоровье? Я скажу так, чем больше человек над этим задумывается, тем это лучше, потому что вред микроволновки, так же, как и мобильных телефонов, не доказан. Это очень спорная проблематика. Хотя сам я дома микроволновку не держу. Так, это мои проблемы, мой стереотип. В принципе, все остальное, это зависит от человека. Чистота в жилище, пыль, значит, своевременная стирка всех принадлежностей, пылесос. Это норма и это забота о себе. И это действительно влияет на здоровье? Это действительно влияет на здоровье, потому что... А в какой степени экология вообще, региона, где он живет, и экология жилья? Как можно... Ну, в первую очередь, на человека влияет, конечно, чистая питьевая вода. Второе, это чистая атмосфера в доме, потому что это отодвигает проблему астматических заболеваний, аллергических реакций, да и просто инфекционных болезней. При этом, конечно же, наши домашние животные, это отдельная тема, потому что каждый, как бы я, как эколог, хорошо не относился к животным, но каждая собачка, каждая кошечка, это еще и источник определенных инфекций, которые она притаскивает с улицы. Поэтому здесь тоже чистота жилища зависит от того, насколько аккуратно выгуливается животное. И это тоже проблема есть, к сожалению. Я думаю, нужно с ветеринаром обсудить этот вопрос поподробнее, как следить за животным. И поэтому, конечно же, от человека зависит очень много. Я приведу примеры. Каждый год, каждый год в Северодвинске увеличивается количество людей, которые, выехав на пикник, специально после себя за других убирают территорию. Это я приведу, назову имена. А она готовится убирать перед тем, как... А порой перед, да, да. Это я приведу даже лидеров общественных организаций. Это и Людмила Желебовская, я самость. То есть я знаю, что этот человек, выйдя на прогулку на Параниху, обязательно берет с собой пакет и собирает мусор за других, даже без всякого пикника. Это Наталья Королева, которая тоже, я знаю, что если она выезжает в своей многодетной семье куда-то, то они обязательно приберут эту территорию после себя, оставят ее чистой. То есть и таких имен очень много. То есть люди, которые, так сказать, осознанно в своих машинах привозят мусор и потом его складывают в контейнеры твердых бытовых отходов с окраин города. Но, к сожалению, тех, кто мусорит, еще остается очень много. Ну вот мы знаем, что пластиковая бутылка, пакет разлагается столетия, но есть, и поэтому есть мнение, что занимаясь экологией сегодня, вот экологическое поведение, тебе, твоим детям и даже внукам ничего не даст, а даст только будущим поколениям. Вот согласитесь с этим? Ну это немножко тупиковая такая философия. Я хочу сказать, что если так думать, то сегодня можно уже не жить, грубо говоря. То есть надо тогда, ну что ли, не думать о детях, не воспитывать их, не давать им хорошее образование. Ну это примерно так же. Но мы же думаем о детях, беспокоимся о том, чтобы они хорошо устроились на работу, имели высокий уровень образования, были квалифицированными специалистами. Поэтому, конечно же, нет альтернативы просто. Сейчас мир так устроен, что альтернативы раздельному сбору мусора, аккуратности экологической, экологическому образованию, экологической культуре просто нет. Это просто иначе уже пилить сук, на котором сидишь. И слава богу, вот это общественное мнение, оно перемалывается сейчас. Идет перелом до стороны позитива. Ну это сегодня мы узнали цифру, очень, конечно, такую наивную. Десять лет нам понадобится для того, чтобы перестала гореть свалка, если мы все возьмемся за ум. Да, если мы завтра проснемся и будем все очень честными, открытыми и справедливыми. Ну, десять лет это на нашем веку во всяком случае. Десять заповедей сразу сходу, не убей, не укради и так далее. Все сразу. И все это выполняют. То есть, значит, тюрьмы пустые, следствие не ведет, полицию распускаем, ГИБДД распускаем. Сколько мы бюджетных средств сэкономим? Ну это уже тема другой программы. Если говорить об экологии, просто берегите то место, где вы живете. Эксперт сегодняшнего эфира, эколог-краевед, руководитель автономной некоммерческой организации «Пудожимская Устья». Алексей Климов, Алексей Иванович, спасибо. И успешной работы в этом году. Хорошо, будем стараться. До свидания. До свидания. В эфире была программа «Открытая студия». Мы открыты для ваших вопросов. Берегите себя и планету, на которой живете. До встречи. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова